Приветствую вас. Давайте мы сначала сформулируем запрос ваш. То есть вы пишите, что я не знаю как быть, вот, знаю как быть, чтобы что. Как быть, чтобы что, чего вы хотите наладить отношения, как-то разобраться в себе. Может быть, значит, посмотреть на поведение мужа. То есть, что с ним произошло. Разобраться в себе, в себе разобраться. Посмотреть, что именно произошло. Посмотреть на детей. Как вы с детьми взаимодействуете. Ага. Пока. Пока. У меня есть только предположение, что социальная роль родителей, да, она как бы вытесняет социальную роль мужчины и женщины у вас. То есть вы слишком сильно поддаетесь, значит, ну, влиянию родительского долга, например. Слишком сильно поддаёт влиянию того, что вы должны делать, как родители, например. Вот. И это соответственно мешает вам взаимодействовать друг с другом, на мой взгляд. То есть здесь действуют установки, например. Ну, могут, могут действовать установки такие, что, например, раз мы родители, да, то мы не имеем. Право, например, заниматься сексом. Вот. Ну, например. Если мы родители, то мы должны быть только родителями. Вот. Такая история. И если это действительно так, если это действительно так, ну, мне кажется, что вот в первую очередь именно с этим аспектом, вам и нужно работать в первую очередь, на мой взгляд. Понимаете? Какой момент? То есть, с какой стати вы считаете, что будучи родителями, вы не можете заниматься сексом? Будете родителями, вы, ну, как бы, не можете быть и мужчиной, и женщиной друг для друга. И мне кажется, что вот это ключевой момент, значит, который, который вам нужно рассмотреть. И от него лучше отталкиваться. Может быть, конечно, и какие-то другие проблемы. Ну, я не знаю, конечно, какие проблемы, но вполне может быть, что есть недопонимание какое-то между вами. Вполне вероятно, что вы после родов стали менее уверены в себе, как, ну, как женщина, например. Вот. И вполне вероятно, что вы стали вести себя менее сексуально, ну, для своего мужчины. Вот. И он, видимо, не настолько уверен в себе, чтобы вот, ну, самому, да, как-то вот вытащить вас. То есть, ну, за счёт своих сил, да, как-то усилить уверенность в вас, в то, что вы, ну, достойны, то, что вы важны, то, что вы ценны и так далее. Вот. Мне кажется, что это ключевой момент. Поэтому для начала, для начала, вам я рекомендую сделать следующее. Узнайте у своего мужа, узнайте у него, как он относится к тому, что происходит с вами обоими, как парой. Вот. Считать ли он это проблемой? Может быть, вы могли бы использовать данный аспект, как, ну, например, элемент ролевой игры. Например, что партнёр стесняется, а вы там старте, соответственно, как-то его пытаетесь раскрыть, если вам это интересно. Если такой вариант неприемлемый, то, соответственно, можно говорить о том, что при наличии обратной связи от мужчины, да, то есть, если он считает, что вы действительно имеете дело с проблемой, то я думаю, что в этом случае можно обратиться к психологу, сперва вам, ну, именно вам только, а потом и вам обоим, и ему, то есть, сперва может быть вдвоём, вот, а потом по отдельности, либо наоборот. Как вам удобнее, ну, например, если вы сами обратились к психологу, и если вы сами видите проблему, то работать нужно вам в первую очередь над принятием себя. Вот. Лучше, чтобы это делал мужчина тоже, но если он не хочет, если у него нет желания, то, соответственно, вы это будете делать сами. Не для него, а для себя. Если, конечно, хотите, если, конечно, есть у вас заинтересованность в этом, то всё это можно будет сделать. Вот так, стеснение – это непринятие себя, стеснение – это стыд. Стыд – это означает, что я таким быть не могу. Стыд – достаточно глубокое чувство, это комплекс, это неверное представление о себе, заниженная самооценка, непринятие своих желаний. И судя по тому, что у вас это произошло только после шести лет и после рождения детей, то я полагаю, что это имеет место уже в вашей семье, ну, причины. Либо, может быть, есть некие сценарные триггеры, некие сценарные установки, которые, ну, скажем так, и определили, что с вами сейчас происходит. В любом случае, нужно разбираться с этим, и тогда вам все будет понятно, как работать и в каком направлении. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.